Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов и сегодня у меня на обзоре продолжение популярной головоломки Cut the Rope под названием Magic. Наверное можно подумать, что удивлять уже нечем, и в предыдущих частях разработчики воплотили всё, что только возможно, но как оказалось у ZeptoLab была в запасе отличная идея, которую они и воплотили в своей новой игре. Действие игры происходит на страницах магической книги, в которой вам предстоит помочь Амняму собрать все конфетки, а также одержать победу над злым волшебником. Геймплей игры практически не подвергся изменениям, если не считать новых магических способностей нашего зелёного друга, но о них чуть позже. Игра состоит из 100 миссий, разделённых на 5 глав, и именно с переходом на новую главу у вас будут открываться новые способности. Первая способность, которая доступна с самого начала игры, это превращение в птицу, благодаря чему Амням может взлететь вверх. Далее вам станет доступна способность уменьшать Амняма, для того, чтобы он мог, во-первых, пройти в узкие проходы, а во-вторых, стал легче. Оба эти факторы будут нужны вам при прохождении. Третьей способностью станет возможность перевоплотиться в мышь, идущий на аромат сыра, в которой превратится заветная конфетка. А на 4 и 5 главе вы сможете превращаться в рыбу, чтобы нырять под воду, и в призрака, чтобы проходить сквозь препятствия. Ну и, естественно, будут миссии, где все ваши способности нужно будет комбинировать. Как я уже и говорил, периодически вам предстоит сражаться со злым волшебником. Правда, сражения будут сводиться к тому, чтобы не дать съесть ему конфетку раньше вас. Но, тем не менее, данный элемент добавляет дополнительной интересности игре. Говоря о графике, то стоит отметить, что хоть её стилистика и не изменилась, но она сильно выросла в плане качества. Персонаж и окружение стали выглядеть более объёмно, отчего общее впечатление лишь улучшилось. Игра распространяется бесплатно, но, как известно, за бесплатность нам предстоит платить комфортом. В игре присутствует реклама, правда её вы практически не заметите, а также донат. Если возможность покупки подсказок, без которых в принципе легко обойтись, уже нам знакома, то теперь разработчики добавили в игру энергию, которая выступает своеобразным индикатором сытости амняма. Поэтому, чтобы продолжить играть, придётся либо ждать, когда он снова проголодается, либо посмотреть рекламный ролик, ну либо ускорить его пищеварение за счёт донатных кристаллов. На игровом балансе же донат совершенно никак не отражается, и в принципе игру можно пройти и без него. А это самое главное. Продолжение, на мой взгляд, получилось весьма достойным. Игровая серия Кадзероп, я думаю, ещё не надоела никому, и многие с удовольствием захотят поиграть в эту великолепнейшую головоломку. Конечно, хотелось бы видеть игры от ZeptoLab и в других жанрах, но возможно, когда-то они созреют и ещё не раз заявят о себе. Но, конечно, подобряться Ровия не стоит, ведь если везде будет один только лишь амням, то он очень быстро всем надоест. А на этом всё. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!